Продолжение следует... ...что принимаемые нами решения по городскому планированию учитывают нужды каждого из нас. Группа исследователей из России, Дании, Ирландии и Швеции задалась с целью найти на эти вопросы простые ответы. Мы хотели выявить поэтапный процесс или ряд средств, которыми любая группа людей в любом городе смогла бы воспользоваться, используя при этом минимальное количество ресурсов. Сейчас мы поделимся этим методом с вами. Шаг первый. Добудьте фотографии. Иметь визуальные образцы городских пространств необходимо. Как выглядят лестницы? А как насчет бордюров, дорог, знаков? Собрав фотографии, коллектив заложит почву для самых разнообразных дискуссий. Шаг второй. Наблюдайте за общественными местами. Выберите несколько важных мест, которые играют ключевую роль в жизни города. Примерами являются места для встреч, такие как исторический центр города, либо новые места для встреч, такие как популярная торговая зона. Как только вы выберете места, вы можете послать туда членов своего коллектива, чтобы подсчитать, сколько людей с функциональными отличиями приходят туда, и посмотреть, как они взаимодействуют с различными элементами дизайна этого места. Шаг третий. Пройдите с кем-нибудь. Составив компанию людям с функциональными отличиями во время их ежедневных передвижений, вы скоро можете получить представление о препятствиях и трудностях, с которыми они сталкиваются. Зачастую они избегают пандусы и иные предусмотренные для них элементы дизайна, по причинам, которые мы не принимаем во внимание. Шаг четвертый. Организуйте фокус-группы. Самый лучший способ выяснить, являются ли наши города легко доступными, это поговорить с людьми с функциональными отличиями, они вам все расскажут. Однако такие беседы принесут намного больше пользы в комбинации с предыдущими шагами. Например, если вы уже заметили, что многие люди избегают определенный тип бордюров, то стоит задаться вопросом «почему?». Без предыдущих шагов может так случиться, что фокус-группы увязнет и будет заниматься только теми вопросами, которые придут в голову. Шаг пятый. Найдите группы активистов. Это можно сделать параллельно с другими шагами, так как это послужит источником дополнительной информации. В любом случае, вполне возможно, что в вашем городе уже существует организованная группа людей, которые хотят сделать его более инклюзивным. Выслушайте их. Они зачастую посвящают больше времени и усилий выявлению проблем и поиску решений, чем остальные люди. Они могут предоставить ценную информацию, хотя, конечно, то, что они говорят, следует сопоставить с другими выявленными вами результатами. Вот и все. Наблюдая за городскими пространствами и работая напрямую с людьми с функциональными отличиями, мы можем получить более четкое представление о том, насколько инклюзивны наши города на самом деле. Это нетрудно, и результаты вас вполне возможно удивят. Продолжение следует...